Я считаю, что я типичный азербайджанец, хотя немножечко по внешнему виду, например, меня, так сказать, мне часто говорят, что, так сказать, путают с европейцем меня, с иностранцем иногда и так далее. Хотя в Европе здесь меня часто путали с иностранцем, да, а в Европе меня часто путают, наоборот, так сказать, или с испанцем, или, так сказать, как с кем-то из восточной страны. Но, естественно, я считаю себя типичным азербайджанцем во всех отношениях, и с точки зрения корней, у меня очень глубокие корни, мой прадед был очень известным человеком в Азербайджане, генералом, и затем он, значит, он скончался в Польше, но вот в Польше, например, есть улица, названная его именем. С другой стороны, это был очень крупный ученый-востоковед. Он определенное время жил во Франции, издал шесть крупнейших фундаментальных научных трудов в области востоковедения. Типичный азербайджанец Ильчин Халилов, один из самых уважаемых деятелей науки в Азербайджане. Доктор наук, зампредседатель экспертного совета высшей аттестационной комиссии, сопредседатель постоянной комиссии по аномальным явлениям при Национальной Академии Наук, действительный член Международной Академии Наук, а еще Ильчин Халилов получил известность как предсказатель землетрясений и как человек, находящийся в постоянном поиске. Любовь к науке мне все-таки привел. Отец, он известный геолог, нефтяник в республике, вот еще даже с детских времен, он часто брал меня с собой на промысла, возил на грязевые вулканы. И действительно, вот эта природа грязевых вулканов, вы знаете, она настолько фантастична, что напоминала мне природу из фантастических рассказов, как мне казалось. И это очень увлекло меня. И вот эта чисто детская любознательность, детский интерес, он затем перерос в очень серьезное увлечение. Еще во время обучения в ВУЗе Ильчин Халилов опубликовал несколько научных работ, а в 30 лет он умудрился стать самым молодым доктором, геологом минералогических наук в Советском Союзе. Сферой исследований этого неуемного ученого стали самые разные отрасли знания, геология, сейсмология, астрофизика, экология и многие-многие другие. Халилов считает, что в науке заканчивается время узких специализаций. Большинство белых пятен находится именно на стыке наук. И серьезных успехов могут добиться именно универсалы. Недавно мы провели, ну я бы сказал, интердисциплинарный такой симпозиум международный по цикличности. Вот этот симпозиум показал, что на самом деле границ как таковых не существует. Люди сами придумали границы между науками. Выступали по проблемам цикличности и медики, и биологи, и химики, и геофизики. Все друг друга прекрасно понимали. То есть, будущая наука из-за проблемным подходом, а не из-за узкодисциплинарным, узкоспецифическим. Для того же, чтобы геологические тезисы стали понятны, скажем, медику, астрофизическим, экологу, надо писать доклады простым, максимально доступным языком. Свои ученые речи Эльчин Халилов отрабатывает на супруге. Томила Ханум по специальности историк, но уже многие годы старательно исполняет непростую роль геолога-минералогической музы. Мы в трудные минуты всегда можем опереться друг на друга. И здесь я чувствую себя защищенной, и в то же время он. Потому что вы сами знаете, что чувство спины – это очень важно. Я думаю, здесь мы даем ее друг другу. Между нами говоря, вам лекции по геологии не надоели? Нет. Вы же не творите. Нет. Почему? Потому что он творческий человек, он не работает, он творит. И поломать этот процесс – это убить в нем человека. А творить, мне кажется, ему всегда интересно. И я пыталась найти вот тот момент, чтобы для него работа не была работой, а была всегда творческим процессом. И отдых – это тоже творчество. Наши коллеги, геологи, геофизики со всех стран мира завидуют нам. И завидуют, завидуют, прежде всего, с той точки зрения, что геология Азербайджана, она уникальна. И я бы сказал, что Азербайджан является своеобразным геологическим музеем. Как мы знаем, Азербайджан с севера ограничен большим Кавказом, с юга – малым Кавказом. И наша территория является частью гигантского альпийско-гималайского пояса, который протягивается от альпийских гор до Гималаев. И вот пейзаж, который мы здесь наблюдаем, – это прекрасные горы. Аналогичный пейзаж можно наблюдать, например, в Альпах, естественно, в Австрии, Швейцарии. Многим кажется, что Азербайджан – это просто пустыня, ну, как, например, некоторые арабские страны, пустыня и нефть, и больше ничего нету, понимаете? И когда вот им рассказывают, что нет, это страна со своей прекрасной природой, с горами, с лесами, с реками. Ну, а когда я говорю, например, рассказываю о геологии, о том, что здесь большое количество грязевых вулканов, около половины всех грязевых вулканов мира, что здесь очень много и других полезных ископаемых, начиная от, например, бокситов, золота, серебра. То есть практически вся таблица Менделеева, она есть в Азербайджане, понимаете? В Азербайджане есть такое уникальное место, как Кобустан. Кобустан, в котором уникальные, так сказать, наскальные рисунки, в котором, ну, некоторые датируют даже до 10 тысяч лет. Это действительно говорит о древнейшей истории этой страны. Вы знаете, это вызывает шок у людей. Потом я рассказываю, например, им о том, что здесь расположен храм огнепоклонников. И это тоже вызывает большое удивление, что с Индией паломники приезжают в Азербайджан для того, чтобы поклоняться огню. Несмотря на то, что иностранцев в Азербайджане сейчас хоть отбавляют, сюда едут и бизнесмены, и туристы. Об Азербайджане пишут книги издавиться путеводителям. Азербайджанцам за границей продолжают удивляться. Скажем, на международной конференции Сан-Паула доклад доктора Халилова потряс многих. Это было очень странно, что вот из Азербайджана ученый на пленарном заседании сделает доклад. Что же это за такой доклад? Ну, доклад, изначально его тема была очень интересная. Она была посвящена гравитационным волнам. Эта тема, это белое пятно в науке. И вот когда я сделал этот доклад и рассказал о своих исследованиях в области гравитации, в области изучения вариаций гравитационной постоянной и гравитационных волн, конечно, ну, я бы сказал, что этот доклад вызвал своеобразную и научную сенсацию, с одной стороны. А с другой стороны, некоторую психологическую сенсацию. Потому что ко мне подошли просто люди и сказали, что участники конференции некоторые, что мы просто не ожидали, что в Азербайджане уровень науки находится на таком высоком... степень развития науки находится на таком высоком уровне. И вот ваш доклад, он заставил нас пересмотреть свои взгляды на интеллектуальный уровень развития Азербайджана. Поездки поездками, но и гостей азербайджанцы любят больше самих себя. Если это и стереотип, то положительный. Те, кто приезжают в Азербайджан, например, наши гости, ну, у них особый восторг вызывает азербайджанская пища, азербайджанская кухня. Понимаете, когда вот мы им предлагаем на выбор меню, и мы говорим, что вот есть... вот мы только говорим, они говорят, ну, шашлык, да? Мы им показываем разновидности вот этого самого шашлыка, что есть такой, есть такой, есть такой, несколько, десятка. И вот у них тогда они, значит, они сразу отказываются от меню, говорят, знаете, вот лучше вы сами выберите то, что вы считаете нужно. Я считаю, что самым ценным в Азербайджане является человек. То есть люди, которые населяют эту страну, люди со своей древней историей, люди, которые действительно в каждом районе обладают, имеют свою самобытность, свои какие-то особенности и так далее. И в то же время весь Азербайджан объединяется единым духом, понимаете? А что же в будущем? В будущем новое кино, новые книги, новые исследования. Исследования земные, исследования подводные, исследования космические. Ничего нельзя исключать. Я считаю, что единственный правильный путь в науке, это когда мы снимаем все ограничения. И мы не говорим, что этого не может быть, потому что мы этого сейчас не наблюдаем. Может быть, всё. Но мы должны подойти к этому разумно, мудро, правильно. И постараться или попытаться объяснить с точки зрения современной науки, а если нет возможности, то попытаться расширить эту науку, расширить грани этой науки, а это значит сделать новое открытие. Вот природа дала нам огромное богатство. И дала прекрасных людей, которые живут на этой земле. И самое главное, это правильно, понимаете, гармонично совместить вот это богатство и вот этот дух народа. И направить это в едином русле, в русле созидания. И тогда, когда мы сможем правильно и гармонично использовать своё богатство и совместить его с историческим духом, с нашим настоящим, и на этой основе построить будущее, я думаю, вот в таком вот комплексе я воспринимаю Азербайджан, воспринимаю как страну большого будущего, страну, которая будет расцветать. Я считаю, что уже есть тенденции определенные, так сказать, когда мы видим в определенных направлениях, во всяком случае, идёт активное развитие, активный расцвет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok